С каждым днем в Омске открывается все больше елочных базаров, продают сосны, ели и пихты. Но как из хвойного многообразия выбрать ту, что простоит до Рождества? У каждого из этих деревьев есть свои плюсы и минусы, кроме того, они отличаются по цене. Традиционно самым бюджетным вариантом считается сосна всего от 350 рублей, а вот пихта самая дорогая, это больше тысячи. Специалисты советуют в первую очередь при выборе новогоднего дерева нужно обращать внимание на равномерность распределения сучьев. Этот совет особенно актуален, если дерево замерзшее и невозможно определить, насколько пышные у него ветви. Нельзя ставить ели у батареи и, главное, не покупать дерево в холода. В первую очередь при выборе новогодней сосны нужно обращать внимание на равномерность распределения сучьев. Вот они сучки, то есть они равномерно отрастают по всему диаметру ствола. Естественно, значит, когда она распушится, то есть она будет ровная. Советую я покупать ели или сосны в теплую погоду до минус 10 градусов. После минус 10 градусов, то есть хвоинки становятся хрупкие и начинают осыпаться. Любая новогодняя еля, она наряжается. И все изъяны, которые вы, допустим, ошиблись или купили, вы их сможете закрыть теми же новогодними игрушками, допустим, гирляндами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!